Дни стали короче, а ночи длиннее. И то, что в городе есть проблемы с освещением, становится все более заметнее. Много жало по плохому освещению в медгородке, на тропе здоровья, во дворах некоторых кварталов. Чтобы ответить на некоторые наиболее наболевшие вопросы, мы встретились с директором КП Слаутич Электроморежи Денисом Гаврилиным. В городе у нас есть проблемы с освещением, мы стараемся их устранить как можно эффективнее, как можно быстрее. Освещение медгородка, к сожалению, нам было передано от государства в плачевном состоянии. Городские электросети, то есть компания Слаутич Электроморежи, пока не обслуживает больничный городок, но та ветка дорожных светильников, которые освещают основную дорогу, там есть проблема технического характера. Мы сейчас работаем над заменой кабельных линий и на следующей неделе, то есть начиная с 22-го числа, в зависимости от погодных условий, мы эту ветку запустим. И вероятнее всего она будет уже с новыми светильниками дорожными, да, с новыми дорожными светильниками, которые вы можете видеть по городу. Мы сейчас очень много поменяли. Эффективно, красиво. Вообще эффективность от новых светильников есть? Будет сомнение, зачем меняем? Только недавно поменяли. Ну, сомнений насчет того, менять или нет, вообще не существует, потому что наша система освещения 33 года, и она уже отжила свой срок службы. Менять светильники на такие же неэффективно с точки зрения экономики, современных технических решений, ну и прочих. То есть это уже просто никто так не делает. Для примера, один уличный дорожный светильник потребляет в среднем 300 ватт в час. Новые светильники, которые мы устанавливаем, потребляют от 35 до 50 ватт. По освещению есть улучшение, потому что старые светильники уже не выдерживали норм, они не соответствовали нормам освещенности, тем более они уже сами по себе устарели, не выдают ту эффективность, которую должны были выдавать. Новые светильники приезжали в специальная лаборатория, проводили замеры, соответствуют нормам и даже превышают их в некоторых случаях. Поэтому мы улучшаем, доводим до нормы освещенность, при этом экономим электроэнергию. Ты о медгородке сказал, у них там получается отдельная своя сеть, за которую вы пока не отвечаете. В перспективе вы планируете, чтобы ее вам передали? Мы не против, мы совершенно не против обслуживать все освещение в городе. Это зависит от медсанчасти? Это зависит от медсанчасти. Они должны с кем-то заключить договор на обслуживание освещения, внешнего освещения. Планируется установить светильник и около спортплощадки при Балтийском квартале, а вот подвести итоги осенних работ по обновлению освещения мы запланировали через две недели.